Ну и я хотела поделиться таким, ну, так сказать, реализацией, что он сегодня, когда шел в Гурдет, утром давал лекцию, и в конце говорил, что, ну, когда рассказывал, как молиться нужно, ну, Аня, когда спрашивала, ну, пусть, и Гурдет сказал, что, ну, единственный самый лучший совет, который он может дать, что молиться о самом лучшем, ну, высшем общении, ну, в течение всей своей жизни, ну, какой только возможно. И, ну, вот, когда Гурдет говорил, то, ну, эти слова, ну, действительно, так было прошлое сердце, что, ну, с этого момента прям, ну, я стала молиться таким образом. Ну, я поняла, что, ну, в действительности это настолько важно, что, ну, просто, если я начну так вот молиться, и все время буду так молиться, что в действительности в этом общении может все прийти, все очищение, вся помощь. И, ну, даже вот этой молитвы, в принципе, достаточно, потому что, ну, Кришна, если Он будет видеть, ну, это желание, да, то Он все, ну, как бы, организует все сделать. Такое сильное желание постоянно молиться и никогда не забывать о том, что даже страшно спать пойти, что у меня злогуты, когда утром проснулся. Действительно, большая помощь. Как вы думаете, что ты говоришь? Шла Грудаф, сегодня в классе вы говорили, что мы должны прожить на высшую ассоциацию. И потом это пришло глубоким в моем сердце. И я начинал прожить. И я могу понять, что если вы прожите так, это вообще главная прожить, потому что вы сможете получить все в такой ассоциации. Это суть всего успеха. Говорится из пяти самых могущественных зрений Бхакти. Ежедневно слушать Шримад Бхагаватам. Воспевание Святого Имени. Поклонение Божествам. Проживание в Святом Месте. Или жить в храме с преданными. И Саду Санга. Это пять самых главных видов Бхакти, которые ты можешь делать каждый день. Но говорится, если ты можешь делать даже один из них, ты автоматически получишь все остальное. И что это? Это Саду Санга. Потому что Саду Санга автоматически значит, что ты будешь слушать Святой Имени. Ты будешь слушать Шримад Бхагаватам. И Саду Гуру Вашнав создает храмовскую атмосферу, храм. Что это? Это все, да? И Диэтис, Диэтис. И он делает храм, и там Божества. Если ты всегда желаешь Саду Санга, то автоматически ты получаешь все остальное. Мы всегда должны искать это общение с Саду Гуру Вашнавами. Такое общение является секретом успеха. И главное общение с Саду Гуру Вашнавами это слушать от Него. Это то, что значит общаться. Первое, это служение, это хорошо слушать от Него. И говорится, что самое главное служение Саду Гуру Вашнавы это делать Киртан. И он создает храмовскую атмосферу и делает Киртан. И Прабхата говорит, это цель Искон. Создать такую храмовскую атмосферу, где люди могут приходить и слушать Кришна как храм. Кришна нам. Поэтому всегда должны искать общение с чистыми Вашнавами. И искать такой разум и способность слушать от Него должным образом. И получить дар слушания от Духовного Учителя. И конечный результат будет то, что твое сознание будет полностью очищено. И ты развиваешь хорошую реализацию, хорошее знание также. Ты развиваешь очень сильную непоколебимую веру. И ты научишься как хорошо осуществлять преданное служение. По милости Кришны человек обретает такого Гуру. И по милости таких Гуру ты можешь обрести Кришну. Это секрет успеха. Почему не медитировать и не молиться о секрете успеха? Разве это не имеет смысл? Если все запутано и мы запутаны, то надо сделать все очень простым. Это то, как я на это смотрю. А иначе там безграничный трансцендентный океан трансцендентного знания. Там столько много наставлений. Почему не взять суть самого лучшего наставления? Из самых лучших наставлений. И сделать это своей медитацией и приоритетом номер один. Тогда благодаря этому одному желанию, если ты получишь милость Кришны, милость Вайшнава, то тогда все ты получишь. Без каких-то дополнительных усилий. Вот это называется разум. Это настоящий разум. Даже материально те, кто успешный, они всегда пишут книги, как я стал успешным. И они делают 6 шагов или 10 принципов, всегда какое-то число. Они просто сводят всю работу, которую они сделали, к самым главным принципам, которые считают сделали их успешными. Все эти Вайшнавы, которые стали успешными, если вы спросите их, как вы стали успешными. Они скажут, как Шила Прабхупада сказал, я строго следовал наставления моего духовного учителя. Я не размышлял над наставлениями. Я ничего не добавил туда и ничего туда не убавил. И если я был способен чего-то достичь, это просто милость моего духовного учителя. Если мы сможем действовать таким образом, что наш духовный учитель будет молиться Кришне за нас. И духовный учитель будет желать, чтобы ты получил всю милость и благословение Кришне. Что тебе еще в чем разбираться? Это вот как я на это смотрю. Я стараюсь сделать это настолько прямым и простым, насколько возможно. Потому что достаточно и так все запутано. И там безграничное знание и наставление. Вот все столько много информации. И это знание безграничный океан. Иногда Городов начинал говорить, и немножко такое взаимешательство было. Я не знаю, что он справится. Потому что это такое безграничное, широкое, что можно в любом направлении на любую тему обсуждать. Если это так, то нам лучше удерживать самым простым и прямым образом. Если все предыдущие ваишнавы сказали, что это то, как они обрели успех, зачем еще на чем-то фокусироваться? Это разум. Это хороший разум. И это также очень практический совет. Попробуй это. Посмотри, что получишь. Ты станешь убеждена. Тогда Кришна всегда будет давать разум, как получить хорошее общение. И как воспользоваться этим общением через то, чтобы быть смиренным, послушным и воспользоваться этими настроениями. И тогда все твои вопросы, все твои проблемы и сомнения решены. Будут решены, и тогда ты не потеряешься. Ты будешь найден. Хорошо? И мой гуру, что бы он ни говорил, он всегда возвращался к этому моменту. И все, любые реализации пришли из этого момента. Это сосредоточение на саду-санге, на гуру-татве, это как бы центр колеса. Все другие моменты, они выходят из вот этого саду-санге, гуру-санге, гуру-татвы. Если ты понимаешь эту татву, тогда ты можешь все остальное понять. И если мы не понимаем эту татву по милости гуру и Кришны, мы ничего другое не сможем понять. Это предварительная вещь, чтобы понять все остальное. Потому что это там, где Кришна проявляется и дает нам разум. Если мы не можем узнать это, услышать это, это означает, мы не получаем разум от Кришны. Тогда как мы будем прогрессировать в своей духовной жизни? Да. Да. Спасибо. Спасибо.